Соединенные Штаты и Запад нарываются на конфликт с Россией и с Китаем для того, чтобы их остановить. Остановить вообще весь остальной мир. Потому что если остановить Россию, все призадумываются, стоит ли против гегемона идти. Пока еще у этого миллиарда есть некоторые возможности убираться, сопротивляться, управлять. Потому что они до сих пор держат финансовые системы, держат систему информационную. Но это пройдет некоторое время, все это закончится. Проблемы мы детям так или иначе оставим. Каждое поколение будет начинать практически с нуля, как это было всегда. Понимание новой реальности в последние несколько недель как-то быстро ускорилось на Запад. По той простой причине, что все прекрасно теперь понимают, что победить Россию на поле боя, это просто нереально. Никто не знает, как долго это будет продолжаться, но то, что победы над Россией не будет, поняли уже все. Андрей Олегович, рад приветствовать вас. Добрый день. Андрей Олегович, на питерском форуме, который прошел совершенно недавно, экономическом форуме, вы выступили с очень интересным, не знаю, как это сказать, докладом. Хотя это выглядело, конечно, немножко не как доклад, сухой доклад. Но главное, человечество входит в эпоху нового глобального передела мира. Основные предпосылки того, что мы сейчас переживаем, на ваш взгляд. И что с нами будет, скажем, в ближайшей перспективе? Хотелось бы проблемы не оставить своим детям. Вы знаете, проблемы мы детям так или иначе оставим. Каждое поколение будет начинать практически с нуля, как это было всегда. Так что мир, он проще не становится. Суть перемен в том, что, знаете, каждая эпоха имеет свой начало и конец. И эти эпохи обычно привязаны к смене, как бы это банально ни звучало, технологической основы общества. Тех технологий, той экономики, на которой общество живет. Вот я приводил пример о том, что сто лет назад появилась экономика нефти. То есть появился двигатель внутреннего сгорания. Ну и, конечно, другие вещи, связанные с этим. Авиация, автомобильная промышленность, ну, радио. Был век электричества. Точно так же, помните, век электричества начался где-то в конце 19 века. Но вступил им в свои права где-то в середине 20-го, когда все стало электрическим. Вот то же самое мы переживаем. Интернет начался в конце 20-го века, в самом-самом конце 20-го века. И вот сейчас мы, наконец, переживаем, что интернет не просто интернет, а интернет – это все. Интернет считает, он думает. Ну, уходим в искусственный интеллект куда-то, где я не специалист, но тем не менее. И вот такие волны развития технологий, они очень сильно влияют на общество. То есть переделывается экономика сразу, а за ним переделывается общество и переделывается политика. Вот мы входим сейчас в такой цикл перемен. Этот цикл перемен неизбежен. И он всегда начинается с периода очень турбулентного, когда старая экономика, старое общество, старая политика, и включая политиков. Когда все это разваливается, и после этого начинается выстраивание нового. Я приводил пример, что предыдущий такой переход из одного мира в другой длился 30 лет. С 1914 по 1945. Когда, с одной стороны, в 1914 году это была старая еще крестьянская имперская система. А в 1945 это было уже совершенно государство, скажем так, индустриальное государство модерна. С трансатлантическими перелетами, с ядерными технологиями и совершенно другой политикой. Но это вы о России конкретно сейчас говорите. И я о России говорю, не только о России. То есть передел идет по всему миру. И, естественно, когда некоторые страны в этом изменении экономики вырываются вперед, назревает глобальный конфликт. Когда одним этот мир принадлежал раньше, а другим он будет принадлежать позже. И тем, кому он принадлежал раньше, просто так не сдаются. Они пытаются тех, кто вырывается вперед, как-то осадить, в том числе и военным путем. То же самое. Также началась Первая мировая война. И Вторая мировая была просто ее отголоском и логическим завершением. И точно так же сейчас Соединенные Штаты и Запад нарываются на конфликт с Россией и с Китаем для того, чтобы их остановить. Остановить вообще весь остальной мир. Потому что если остановить Россию, все призадумываются, стоит ли против гегемона идти. А Китай является на самом деле экономической альтернативой, системной альтернативой, которую американцы пережить просто не смогут. Потому что если выстроится альтернатива, то глобальное доминирование одной державы, в общем-то, оно по определению закончится. А американцы живут рентой. Они живут рентой со всего остального мира. Если долг, они не будут доминирующей державой, не будет рентой. Это значит, упадет благосостояние, нужно будет больше работать за те же самые деньги. И это, конечно, крах той системы, которую они выстроили. Но этот крах неизбежен? Этот крах, конечно, неизбежен. Этот крах неизбежен точно так же, как неизбежен рост вообще в принципе. То есть, смотрите, какой был мир в 45-м году, который американцы взяли, подмяли под себя. Это был мир колониальный, мир неразвитых государств за пределами Запада. И которым, в общем, легко было управлять. Он состоял из плебса и элиты, скажем так, в тех странах. И которым, в общем, элиту можно было купить, а плебс можно было обмануть. Смотрите, что произошло. Все вот эти страны выросли в крупные государства. У них сильные армии, у них нормальное гражданское общество нарождается. Там больше нет плебса и элиты. Там левая и правая, там нормальная система, которая начинает, в общем-то, мыслить, как национальное государство. Посмотрите на Турцию, что творится. Они больше команд ни от кого не принимают. И таким миром Соединенные Штаты управлять не могут в принципе. У них, они все-таки, по сравнению со всем остальным миром, маленькая страна. И как бы они ни надувались сейчас, такие гиганты, как Индия, Китай, Индонезия, да, все остальные, даже Турция и Саудовская Аравия, я уж не говорю про нас. Они просто выходят из-под контроля. Они образуют так называемое, как Караганов назвал глобальное большинство. Это 7 миллиардов против 1 миллиарда. И да, пока еще у этого миллиарда есть некоторые возможности упираться, сопротивляться, управлять. Потому что они до сих пор держат финансовые системы, держат систему информационную. Но это пройдет некоторое время, все это закончится. То есть, вот этот мир Пакс Американо, который, так его называют часто, мы наблюдаем за его крушением. Ну, исходя из этой логики. Но, исходя из этой же логики, нас ждут очень сложные времена. Если брать, опять же, аналогию 100 лет назад, в 2014 году началась Первая мировая война. Вы правильно абсолютно вспомнили об этом. Потом Вторая мировая война. Сейчас мы имеем пока из таких открытых военных конфликтов, это конфликт на Украине. И, опять же, если проводить аналогии, то это тоже далеко не последний конфликт получается. Конечно, это не последний конфликт. Это, вы знаете, я, скорее всего, ошибаюсь. Но я выскажу свое мнение. Кстати, перед Второй мировой, перед Первой мировой, были еще Балканские войны. Это были, в общем, войны, которые создали атмосферу для Первой мировой. То есть, они заложили вот эту мину на Балканах, которая взорвалась как раз вот именно в Сербии. И у меня такое ощущение, что то, что сейчас творится в Европе, в Восточной Европе, это вот как раз вот такие Балканские войны, которые могут заложить мину для более серьезного конфликта. Могут не заложить. Я думаю, что, в конце концов, Европа не готова к войне. Она, главный конфликт, он еще не назрел. А это конфликт роста. Это конфликт, который пройдет, по сути, по всему миру, когда этот мир дальше будет продолжать делить. Ведь когда уйдет гегемон, это не значит, что гегемон уйдет в Америку. Он будет обладать большим влиянием, он просто не будет глобальным гегемоном. Но ведь весь остальной мир будет дальше развиваться. Будут там конфликты. И вот, скорее всего, будет череда конфликтов и в Африке, и в Азии. Это не значит, что они расколят мир. Это просто значит, что будет долгая волна дестабилизации. Которая, так или иначе, из этой волны выйдет новая структура мира. Выйдет новая структура большой Евразии, Африки, Ближнего Востока. А я вам напомню, что Ближний Восток-то воюет давно. Ну и Африка тоже, в общем-то, не прекращала воевать. Вокруг Афганистана и Пакистана они не затихают. Это тоже назревает сейчас конфликт вокруг Южно-Китайского моря, который тоже может взорваться. Это нормально для мира иметь такие конфликты. Просто вот в эпоху перемен, когда нет одного глобального управляющего, и у всех, получается, такая в голове возможность возникает, что, смотрите, границы более нельзя назвать незыблемой. И каждое национальное государство сейчас будет пытаться в этом мире расти, укреплять свою позицию. Это значит, они будут сталкиваться друг с другом. Смотрите на Турцию. Любая активность крупного государства влечет за собой конфликты по всей периферии. И, естественно, мы их не остановим, мы не сможем их остановить. То, что мы сможем сделать, это сделать Россию таким островком безопасности. Потому что, на самом деле, мы достаточно высоко на севере по сравнению со всеми остальными горячими конфликтами. И мы, вполне возможно, будем центром здравого смысла и центром, скажем так, стабильности в этом мире, используя наши дипломатические средства и наше военное преимущество. И то, что мы крупнейшие сельскохозяйственные и энергетические, и будем, конечно, крупнейшей логистической державой. Это совершенно понятно. Но здесь, как мне кажется, стоит, ну, обязательно нужно сделать одну очень важную поправку. Сто лет назад человечество не знало, что такое ядерное оружие. Сегодня знает и, более того, имеет. И имеет его столько, что запутался, сколько раз можно уничтожить планету, вот если все это использовать. Тогда самым мощным оружием массового уничтожения было что? Ну, не знаю, там, танк, самолет. Ну, и то они такие еще были. Ну, по нынешним меркам смешные и игрушечные. Ну, возможно, если вспомнить газы, которые применили немцы в Бельгии первый раз. Наверное, самое такое смертоносное. То есть сейчас есть ядерное оружие. И как в этой ситуации? Ведь даже вот о тех точках напряженности, которых вот вы сейчас упоминали, там ведь везде так или иначе интересы ядерных государств. Да, это очень хороший вопрос. И поэтому я считаю, что сейчас с конфликтом на Украине вот выясняется вопрос, а насколько эффективно вообще ядерное сдерживание? Насколько эффективен весь набор ядерного оружия? То есть стратегически понятно, а тактически? А применимо ли? А в каких условиях? А боятся ли это? Вот мы подзабыли, что такое ядерное оружие. Политики, которые сейчас у власти, очень далеки от того исторического периода, когда передавалось по наследству после Второй мировой войны боязнь войны как таковой. Когда люди видели миллионы погибших, они понимали, что такое война. А сейчас Шольц и Бербокки, ну это же маленькая пародия на политиков. И, знаете, от них требовать мало что можно. Хотя военных еще остается какой-то внутренний тормоз. Поскольку они профессионалы, и они все это изучали, и они все это понимают, они являются, наверное, последним тормозом. Но вы знаете, мое личное мнение, то, что в результате этого конфликта, когда он либо обострится, либо закончится, будет, наконец, между ядерными державами понимание пределов, с которыми можно играть, с которыми нельзя. И я надеюсь, что понимание этих пределов, оно ограничит, вот когда будет череда всяких разных других конфликтов, где ядерные державы так или иначе задействованы. А ведь я вам напомню, что ядерных держав-то стало гораздо больше. И Индии, и Пакистан, и Израиль, и Северная Корея. Ну на сегодня 10 всего. И к этому уже активно идут и Южная Корея, и Япония. Они могут быстро это сделать, если захотят. А там дальше как раз вопрос чего? Вопрос того, что начинаются региональные конфликты, и крупные державы, вроде Китая, России, Индии, все-таки будут тормозить всяких своих соседей от того, чтобы нажимать всякие разные кнопки слишком. То есть даже кнопки-то нажимать не смогут, ничего нет. Но сильно залезать в драку, когда их патроны вынуждены будут дойти до уровня ядерного сдерживания. Вот я думаю, там будут нажимать на педаль тормоза. Почему, на ваш взгляд, столько шума наделала вот эта информация о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси российского? Ведь опять же, когда американцы размещали все это время свое оружие в Европе, ну, как-то это спокойно проходило. В общем-то, никто... Ну, за исключением каких-то дежурных, дипломатических, наверное, возражений и документов такого серьезного не было. Не было реакции такой. Ну, смотрите, я не считаю, что шум-то было много. Просто выгодно этот шум поднимать. Этот шум, он искусственен. Все прекрасно понимают, что Россия и Беларусь полностью в своих правах делать все, что они сделали. И они не идут дальше Запада. Более того, у Запада ядерное оружие размещено в нескольких странах. Я думаю, что это просто нагнетание. Потому что, ну, идет конфронтация. Это значит, нужно любой повод использовать для того, чтобы поднагнать немножко страха, поднагнать, может быть, надавить на противника. Ну, знаете... То есть это все из разряда туман войны, да? Смотрите, вот помните, когда начиналось СВО, ну, только ленивый, наверное, не предсказывал сроки, когда она закончится. Ну, так. Ну, сейчас еще очень многие люди грешили этим. Ну, вот, буквально, там, смотрите, сейчас там осень, ага, ну, тут немножко распутится. Потом, как только дороги чуть-чуть подкрепнут, все, все закончится. Потом, а, ну, не получилось, давайте сейчас весна опять распутится, летом все закончится. Ну, и так вот это все продолжается. Но, опять же, если вот немножко абстрагируется, посмотреть выше, то, наверное, надо понимать, что и украинский конфликт не закончится, даже при всех возможных, действительно возможных успехах, допустим, российской армии на земле, он все равно не, причины его не иссякнут вот так, в момент, за одно лето, там, или за одну весну. И ожидать того, что это закончится завтра, наверное, наивно. Смотрите, мы подняли такой очень животрепещущий вопрос для многих людей. Первое, на чем мы можем точно говорить, сам по себе конфликт не закончится быстро, потому что он может закончиться только новой системой безопасности в Европе. А до нее еще далеко, далеко, далеко. Сейчас Запад, чем бы не закончился конфликт, на самой Украине, будет накачивать вот эту линию разделения между Востоком и Западом, которая проходит как раз по Прибалтике, по Польше, дальше по Румынии и так далее. У них нет другого выхода, потому что Соединенные Штаты будут перекладывать сейчас на Западную Европу заботу о вот этих конфликтах. Они будут из Европы потихонечку уходить. Они понимают, что все, что они могли, они уже достигли. Дальше их никто не пустит. С Россией они ошиблись, но получив то, что можно было получить, они люди практичные. Они тратить деньги больше не будут. У них есть другие задачи. Они будут этот конфликт поддерживать на уровне мелкого горения, тления и так далее, накачивать Польшу, накачивать Прибалтику, заставлять французов и немцев инвестировать туда, поддерживать всю эту напряженность. Так что это надолго. Насколько надолго, мы даже не можем сказать. А непосредственно конфликт на Украине тоже надолго. Потому что ведь как бы он не закончился, народ Украины, накачанный 30-летней антироссийской риторикой и всем ну если из России сделали врага. Так из Беларуси сделали врага. Врага экзистенционально. Должно пройти поколение прежде чем это куда-то уйдет. Как бы и что бы ни случилось дальше с Украиной. Я даже не буду загадывать, что может включиться дальше с Украиной. Но в военном конфликте есть определенные пределы. Их два. Первое то, что Украина зависит полностью сейчас от поддержки Запада. Уровень поддержки Запада в том числе чисто военно-технологически будет определять насколько боеспособна украинская армия. И второе это соотношение потерь, которые в данный момент жестко не в пользу Украины и которая ну в долгую поддерживать его не будет возможно. Это говорит о том, что какая-то чисто военная фаза конфликта так или иначе закончится. Дальше ее поддерживать невозможно будет. Как долго не берусь сказать. Но вот эти два фактора долгие долгосрочные и чисто военные они определяют насколько долго этот конфликт будет гореть, потом затухать, потом так или иначе мы придем к какому-то пониманию новой реальности. И это понимание новой реальности в последние несколько недель как-то быстро ускорилось на Западе. По той простой причине, что все прекрасно теперь понимают, что победить Россию на поле боя это просто нереально. Никто не знает как долго это будет продолжаться, но то, что победы над Россией не будет, поняли уже все. И поэтому начинается разговор о том, что дальше делать. И этот разговор так или иначе приближает нас к новой стратегической реальности, а это значит и к новой системе безопасности в Европе. Потому что Европа, как она сейчас есть, она абсолютно не создана для войны. И чтобы она себя пересоздала для войны, даже если вдруг она пойдет по пути фашизации внутренней, я думаю, что это не та альтернатива, которую они себе видят. Ради Соединенных Штатов воевать они с нами не будут. А это значит, так или иначе им придется с нами договариваться. Это значит падение уровня поддержки Соединенных Штатов в этих странах европейских, Западной Европе прежде всего, дискредитация элит, завязанных на Соединенные Штаты, и выстраивание каких-то новых отношений с Россией и с остальным миром. то же самое. А их спросят, как вы думаете? А вы знаете, они никого не будут спрашивать. Дело в том, что Соединенные Штаты работают в основном через информационные каналы и через денежные каналы. И они держат ту элиту, которая сейчас есть. Но ведь любая элита она приходит к власти с определенными целями. И эти цели либо достигаются, либо не достигаются. А эти цели, первое, это поддержание благосостояния в обществе, а второе, это достижение внешнеполитических целей развития страны в том направлении, в котором страна себя видит. Ни одной из этих двух целей текущие элиты Запада, в том числе и Восточной Европы, не выполнили. И не выполнят. Более того, контраст между тем, что они обещали обществу и то, что общество от этого получило, он разительный. И не в пользу этих элит. Значит, так или иначе, либо на следующем электоральном цикле, либо ввиду каких-то внутренних проблем, которые возникнут в этих странах, этим элитам придется уйти. Это неизбежно, это историческая правда. Ничего с этим сделать нельзя, так было всегда. Если вы не выполняете свою функцию, вас убирают либо другая группировка элит, либо народ. И с этим они и столкнутся. если вернуться к аналогии с началом XX века, то, что сейчас происходит и происходило тогда. Да, вы определили период трансформации мира. Все-таки возьмем за точку отсчет 2014 год, начало Первой мировой войны до 45-го, то есть 130 лет. Сейчас мы живем, согласитесь, в другое время, как многие говорят, в быстрое время. Да, тогда появился мир нефти, электричество, двигатель внутреннего сгорания, это одни скорости. И скорости жизни, и передачи информации, и вообще всего. Сейчас скорости совершенно другие, в том числе и жизни, и передачи информации, и всего остального. Вот этот фактор, на ваш взгляд, может как-то сократить вот этот срок с 30 лет, я не прошу вас прогноза точного, наверное, невозможен, что это будет, за 5 лет все произойдет, нет. Но, в принципе, будет ли он влиять на сокращение вот этого периода трансформации? Да, конечно, будет. Мир работает гораздо быстрее. И это факт. Здесь есть еще один аспект, чисто информационный, потому что теперь при полной зависимости стран информационно друг от друга и открытом информационном пространстве. Ведь я немножко в другую сторону. Ведь не только политика работает, работает еще и общество. И перемены, глобальные, глубокие перемены идут в обществе. И сейчас мы находимся на пике социальной напряженности. и появление какого-то движения, какой-то идеи, которая заняла бы годы раньше или десятилетия, как марксизм, например. Сейчас такое движение может быть создано за месяц, и это движение может просто сместить политиков, которые там. Посмотрите на тот же феномен Грета Тумбер. Кто она такая? Ну ничего. А какое-то движение возникло буквально вот из ничего за несколько месяцев на основе вот такой девчонки. То есть в политическом плане сейчас мир очень динамичен. Мы не знаем, что произойдет. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если раньше все перемены концентрировались ну скажем так вокруг Европы и политика делалась в Европе, то сейчас передел мира будет всемирным. И это не значит, что он произойдет вот раз и все. Он будет происходить в разных регионах, может быть один за другим, может быть вместе. Именно поэтому он может растянуться. Хотя время сокращается, но масштаб увеличивается. здесь сложно сказать, когда что закончится. Но то, что конечно это будут не годы, а десятилетия, я в этом уверен. Ну хотелось бы, чтобы просто на самом деле мы же все хотим, чтобы быстрее все устаканилось, как говорят в народе. На мой взгляд, чем быстрее крупные игроки определяют, скажем, окончательно определяют новые свои зоны интересов, зоны влияния. И в первую очередь, конечно же, речь идет об экономических интересах, экономисты говорят, что в современном мире для самодостаточности определенной нужен регион с населением в 350-400 миллионов человек, чтобы вот этот макро-регион чувствовал себя спокойно и не зависел, скажем, критически, во всяком случае, от каких-то других игроков. Давайте, вот как вы видите нашу историю? Вот сейчас у нас есть союзное государство, Белоруссия и Россия. Это 150 плюс 10, ну грубо, да? Это 160 миллионов. Мало. Есть Евразийский экономический союз, но все вместе там под 200. Ну, плюс-минус, я сейчас все равно маловато. То есть, нам нужен, чтобы вот нам себя комфортно чувствовать, и чтобы когда-то, в ближайшее время, наши лидеры сказали, ну вот, ребят, вот где-то так, вот нам нормально, а дальше вы там уже там сами разбираетесь. Кого вы видите еще? Не обязательно государство, может быть, какие-то регионы с нами вместе. Вы знаете, вы подняли вопрос настолько важный, что я думаю, что на него стоит ответить подробно. Во-первых, я не согласен с тем, что 350 миллионов решит сейчас эту проблему. Но это расчетные оценки, понимаете? Да. Это 350 миллионов, это, я думаю, стабильный внутренний рынок, но это недостаточно для того, чтобы конкурировать с большими центрами силы, экономической силы, прежде всего, как англосаксонский блок, китайский блок. Нам нужно по крайней мере 750 миллионов миллиард плюс. Почему? Потому что ведь на этом пространстве нужно будет выстроить такие платформы, системы и стандарты, которые были бы конкурентоспособны на мировом уровне. А это значит, нужно быть очень большим для того, чтобы отбивать инвестиции в новую критическую инфраструктуру, выращивать крупные компании и так далее. Мы понимаем, что сейчас Россия и Беларусь в общем маленькие. И поэтому сейчас идет очень интересный эксперимент. Он происходит на трех уровнях. И это эксперимент как раз вот а как отдельные страны, не будучи одной и той же страной, способны быть интегрированы на экономические и технологические. Как выполнить задачу создания вот этого большого технологического и экономического пространства без того, чтобы просто напросто взять кого-то съесть, поглотить и стать просто больше за счет этого. И вот этот эксперимент проходит на трех уровнях с разной скоростью, разной глубиной, но он идет в одном и том же направлении. Страны начинают отрабатывать новую модель взаимодействия, которая суверенна со одной стороны и общая с другой. Вот первый уровень взаимодействия, глубины этого взаимодействия это Россия и Беларусь, союзное государство, где многие механизмы становятся уже общими, без ущемления суверенитета. Вторая, второй уровень модели это Евразес, где мы тоже идем туда же, но там другая скорость, это чуть побольше рынок, но это все равно не тот рынок, который нам решит эту проблему. И третий уровень это уровень БРИКС, где тоже большие суверенные страны пытаются жить вместе, не претендуя на гегемонию. Отрабатывая механизмы взаимодействия, отрабатывая и сейчас экспансии БРИКС, приведет к тому, что это будет многоскоростная организация, многоуровняя организация, где, например, в политике будет, я так гадаю, те же пять ключевых игроков, которые будут задавать тот, но будут и другие государства, а вот в экономике, например, или в технологиях будут образовываться разные альянсы, где может быть Китай не захочет в некоторых из них участвовать, может быть Индия или Южная Африка скажет, у нас другие планы, но в основном некоторые из этих стран будут образовывать какие-то альянсы, экономические, технологические, неважно какие-то, и я думаю, что вот как раз этот процесс приведет так или иначе к выстраиванию того пространства, которое нам нужно, если мы правильно поведем этот процесс, ну, например, так или иначе идет уже сейчас консолидация евразийского большого пространства, оно идет медленно, естественно, потому что все страны сложные, сложные истории, сложные географии, но посмотрите, например, динамичное развитие отношений с Турцией, с Ираном, дальше налаживаются связи, например, с Юго-Восточной Азией и так далее, да, и вот это пространство, а еще если Индия туда войдет, а Индия, в общем-то, достаточно комплиментарна к нашему рынку и к нашим технологиям, Китай, скорее всего, не будет частью экономического пространства, он сам по себе пространство, но все остальные так или иначе могут подумать о том, и арабский мир, кстати, о том, как выстроить какое-то общее вот это пространство, и этот процесс долгий, он часть передела мира, в нем есть аспект безопасности, потому что кроме России, Китая и Индии, все остальные, в общем-то, удара не выдержат никогда, им нужно к кому-то примыкать, и вот эта конфигурация динамичная очень, она сейчас и будет определять новые контуры мира, но с чего мы начали, с интеграции, три уровня глубины интеграции, каждый из них расширяется, каждый из них динамичный, но это начало того процесса строительства нового мира. Не так давно Александр Лукашенко как раз выступил с предложением интеграции интеграции. Вот именно сейчас, как мне кажется, очень актуально и процесс этот действительно мы наблюдаем. Спасибо вам огромное за ваше время и за этот разговор. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok